С появлением, сын мой, скоро случится твое рождение. Не пугайся, осталась одна последняя деталь. Раз уж у тебя есть свобода воли, то тебе нужно выбрать свою сексуальную ориентацию. У каждой есть свои плюсы и свои минусы. Вот гетеросексуальность. Партнеров хватает, церковь и общество не осуждает. В общем, все шансы попасть в рай. Ну, по крайней мере, отец мой так считает. Есть и для экстремалов бисексуальность. С партнерами проблем не будет при любом раскладе, но ошибешься с полом и будешь в засаде. Рай за оградой. Такова будет твоя награда. Ну и если ты совсем отчаянный, гомосексуальность на реке желаемой. Партнеров мало, общество ненавидит. В рай разве что на экскурсию. В чем тогда смысл выбирать последнее? Понимаешь, просто мой отец очень любит отправлять свои детища на страдания. Такое вот его очаровано. Вообще, вопрос о том, насколько человек сознательно может определять свои возбуждения, влечения, поведение на них основанное и идентичность, звучит, ну, немного странновато. Вам так не кажется? Любое человеческое поведение имеет свои причины. Своего рода научная детерминированность. Это когда мы пытаемся учесть все факторы, что и привели к тому или иному действию со стороны человека. Определили его поведение. Так что ответ на вопрос о выборе, как о независимом принятии решения, нет. Люди не могут выбирать свою сексуальную ориентацию, ибо на любое человеческое действие есть свои причины. В случае с выбором своего сексуального поведения и идентичности, причины это влечение и способность к физиологическому возбуждению. Да и сами подумайте, как вообще можно выбрать свои чувства? Человек может делать то, что он желает, но он не может желать, что ему желать. Как сказал однажды кто-то вроде бы неглупый. В чем же тогда смысл полемики вокруг выбора? В оправдании ненависти и дискриминационных законов. Так, даже надоевшая всем защита детей от пропаганды гомосексуализма подразумевает, что на сексуальное влечение человека можно влиять этой самой пропагандой. Но что о формировании сексуальной ориентации мы знаем на самом деле? В обсуждении природы сексуальности люди часто используют такие термины, как биологический, естественный, природный, противопоставляя им средовой, приобретенный, внешний и так далее. В действительности, противопоставление таких терминов это то, что скорее путает, чем проясняет ситуацию. Так говоря о биологическом, стоит понимать, что любое поведение требует участия тела и мозга, а значит оно по определению биологическое. Более конкретным будет вопрос о том, в какой степени конкретный признак может зависеть от среды, а в какое его проявление определяется наследственностью. Ну и тут все не так просто. Так что поговорим об этом, когда я высплюсь. Для каждой исследуемой группы наследуемость признака можно попытаться оценить через коэффициент наследуемости, где ноль означает, что признак можно объяснить лишь через факторы окружающей среды, а единица, что значение в формировании признака имеют лишь гены. Это статистическая характеристика, удобно вычисляемая на исследованиях близнецов. Однояйцевые близнецы имеют практически идентичные гены, а дизиготные лишь половину совпадающих последовательностей нуклеотидов. Сравнивая черты моно- и дизиготных близнецов, исследователи могут рассчитать наследуемость. Разумеется, в реальном мире нет черт, которые бы имели коэффициент наследуемости ноль, то есть зависели бы только от среды. По крайней мере, в исследованиях, опубликованных за последние 50 лет, таких признаков не нашли. И несложно догадаться, что такой коэффициент сложновато применить к сексуальной ориентации в целом. Как минимум, 4 сложных психоповеденческих компонента, проявляющихся в течение жизни, это не то, что можно упростить до нуля или единицы. Так что стоит понимать, что исследования сексуальной ориентации с привлечением близнецов имеют серьезные ограничения, начиная от методов учета измеряемой характеристики, а для сексуальной ориентации это самоотчеты, и заканчивая сложностью в поиске, собственно, исследуемых. Однако, те данные, что мы имеем, однозначно указывают, сексуальная ориентация имеет генетический компонент, однояйцевые близнецы гораздо чаще имеют одинаковую сексуальную ориентацию, нежели дизиготные. Если попытаться рассчитать коэффициент наследуемости, то он окажется около 0,32, что объясняет около третьей вариацией признака в популяции генетическими различиями. Но еще раз, такие данные имеют серьезные ограничения. Из-за того, что они строятся на самоотчетах, есть основания полагать, что некоторые сообщения будут являться ложными. Более того, даже в большом реестре близнецов будет недостаточно гомосексуалов для того, чтобы делать точные выводы. Так, близнецовые исследования таких редких явлений, как шизофрения, увенчались успехом только потому, что некоторые страны ведут тщательный учет близнецов с подобными чертами, что позволяет собрать достаточную выборку. Когда же мы говорим о сексуальной ориентации, подобных массовых реестров у нас просто нет. Да и сама наследуемость – это статистическая характеристика. Не стоит путать и смешивать в кучу такие термины, как генетический, врожденный и средовой. Когда мы говорим про негенетические средовые влияния, мы имеем в виду совсем не только социальную среду или воспитание. Так, условия, в которых вы развивались еще в утробе матери, относятся к средовым, среда внутриутробного развития. И такие условия могут быть разными даже у монозиготных близнецов, фактически естественных клонов. Разное количество питательных веществ, гормонов и иные факторы приводят к тому, что уже при рождении монозиготные близнецы могут сильно различаться даже по своему весу. Это ассоциировано в будущем с различиями в работе эндокринной системы, в том числе и возрастом наступления полового созревания, как и метаболизмом стероидных гормонов. В самых крайних случаях один монозиготный близнец вообще может родиться со серьезным пороком развития, в то время как другой будет без этого дефекта, несмотря на одинаковые гены. И это будет связано отнюдь не с социальной средой, как могли бы подумать люди, плохо знакомые с термином «наследуемость». Поэтому нет ничего удивительного в том, что монозиготные близнецы будут иметь огромное количество разных черт, начиная от популярных линий и заканчивая, казалось бы, такими невероятно сильно зависящими от наследственности характеристиками, как рост. Коэффициент наследуемости для роста варьирует в разных человеческих популяциях, но его среднее значение во взрослом возрасте приближается к 0,8. И на этом примере очень удобно объяснить, что коэффициент наследуемости для роста в 0,8 не означает, что 80% вашего роста обусловлено генами. На самом деле, коэффициент в 0,8 означает, что 80% вариаций в росте определенной группы людей может быть объяснено статистически вариациями в ДНК этих людей. Не конкретный человек, а популяция. Популяция со строго определенными условиями. И все это без учета пренатальных факторов развития. Коэффициент их не включает. При изменении условий будут меняться и наши оценки наследуемости. Мы не можем полностью отделить генетическое влияние на развитие признака от средового, потому что они работают вместе. Условно, независимо от того, насколько крепкую структуру костей унаследовал человек, у него все равно будет рахит, если условия окружающей среды в раннем детстве препятствует получению достаточного количества витамина D. У низких родителей может быть высокий ребенок, если родители страдали от плохой медицины и недоедания, а их ребенок нет. Так что наследуемость может меняться в зависимости от условий. Гены и среда работают вместе. Любые признаки формируются из этого сочетания. Часто именно внутриутробная среда ответственна за включение или изменение активности тех или иных генов, что называется эпигенетической наследственностью. Так что все очень непросто. В подобных вещах и состоит главное ограничение при изучении сексуальной ориентации на примере близнецов. Даже они не одинаковы на 100%, несмотря на одинаковые гены. И все же мы можем представить себе гипотетический эксперимент, в котором исследователи, игнорируя научную этику, пошли бы на антигуманный шаг, чтобы узнать, решающую роль играет воспитание или все же врожденные характеристики. Просто мысли вслух, это злая наука. Суть нашего гипотетического опыта в следующем. Берем самых обыкновенных новорожденных мальчиков и хирургически превращаемых гениталии во внешне неотличимые женские. У них не наступит пубертат, и, в общем-то, внешне их едва ли можно будет отличить от девушек. После данной процедуры отдаем этих в прошлом мальчиков приемным родителям, а те, в свою очередь, воспитывают их как девочек. Если предположение о том, что наше сексуальное влечение, что-то вроде ядра сексуальной ориентации, формируется социальной средой и воспитанием верное, то мы будем ожидать, что эти девочки будут проявлять сексуальный интерес именно к мальчикам. Ведь всю свою жизнь они воспитывались и росли как девочки. Если же такое предположение о роли социальной среды неверное, то, вопреки нашим ожиданиям, эти девочки будут испытывать влечение к девочкам. Ведь помимо генов, они подверглись и иным факторам, влияющим на развитие их мозга по мужскому типу, еще во время нахождения в утробе матери. Ужас этого гипотетического эксперимента заключается в том, что он был непреднамеренно проведен и документирован. В Америке второй половины 20 века существовала такая хирургическая практика, когда мальчиков с деформированными или хирургически поврежденными пенисами переделывали в девочек, потому как считали, что во взрослой жизни так они будут более счастливы. Сегодня, к счастью, доминирует другой взгляд на переназначение пола при рождении. В ряде случаев деформация гениталий мальчиков не была связана с гормональными или иными изменениями во время внутриутробного развития. То есть некоторые из таких пациентов прошли через пренатальные гормональные факторы, типичные для мальчиков, и только после этого их переназначили в девочек. Одна из проблем исследований переназначенных людей состоит в том, что, как правило, оценивают их гендерную идентичность и роль. То есть самовосприятие своей социальной роли и ощущение своего пола, а не сексуальную ориентацию. А это совершенно разные категории. Однако в некоторых работах, где были учтены люди, точно развившиеся как мальчики, но только затем переназначенные в девочек, все же было проанализировано и сексуальное влечение таких людей. Таких примеров немного, но они есть. И результаты поражают своей последовательностью. Собственно, посмотрите сами. Во всех из известных нам случаев влечение было исключительно или преимущественно направленным на женщин, то есть генифильным. Ни один из известных нам примеров такого хирургического и социального переназначения фактически с рождения не закончился тем, что человек изменил свое сексуальное влечение. Если учесть, что по оценкам среди женщин исключительно строгую гомосексуальность проявляет чуть больше 1%, то именно такого же результата по влечению, направленному на женщин, мы должны были бы ожидать от наших назначенных девочек. В том случае, если бы воспитание и окружение определяло их сексуальную ориентацию. С учетом этого, вероятность того, что у всех семи известных нам случаев такого переназначения проявилась бы генифилия при условии, что социальная среда определяет ориентацию. Примерно 39 из 2 квадриллионов. Или вот это число. Не очень-то правдоподобно, правда? Таким образом, предположение об исключительном влиянии воспитания на сексуальную ориентацию не состоятельно. Из этих случаев следует, что гетеросексуальность остается, даже если изменить гениталии и растить как девочку. У нас нет оснований считать, что мы можем проиграть это в обратную сторону и изменить гомосексуальную ориентацию подобными психосоциальными средствами после рождения. И это не говоря про антигуманность такой попытки изменения. Разумеется, мы должны помнить, что это квазиэксперимент, его не проводили намеренно и нельзя слишком серьезно воспринимать такие данные. Подобного настоящего эксперимента никто, к счастью, не проведет. Это просто неэтично. И в реальном мире нельзя отделять среду от генов. Природа так не работает. Все формируется из этого сочетания. Но согласитесь, крайне любопытно, что даже столь радикальная попытка изменения, в том числе сексуального увлечения, не дала ожидаемых результатов. Все это подчеркивает важность пренатальных факторов в определении сексуальной ориентации. Но если наследственность нашей гены не объясняет все в наших предпочтениях, как мы убедились ранее, а предположение о главенствующей роли воспитания не имеет доказательств, то что еще играет роль в формировании сексуального увлечения? У ученых есть пара ответов. Помимо генов, различия в сексуальной ориентации еще также и в гормонах. Вообще, гормональные влияния это одна из самых влиятельных гипотез, описывающих причины формирования той или иной сексуальной ориентации. В этом контексте роль гормонов рассматривают как организующую, то есть берут именно гормональные воздействия во время внутриутробного развития. В более широком определении такая организационная или по-другому классическая теория половой дифференциации млекопитающих рассматривает те же пренатальные, то есть воздействующие до нашего рождения факторы, которые формируют тело, как типичное для мужчин или для женщин, как формирующие мозг для работы в мужском или женском организме. А как знают, постоянные зрители моего канала в природе все всегда чуточку сложнее, чем черное и белое. Как полчеловека не всегда укладывается в платоновский идеал мужчины и женщины, прямым подтверждением чему являются интерсекс-люди об этом есть отдельное видео на канале Смэш. Также и типичные структуры мозга, участвующие в половом поведении, не всегда будут сугубо генифильными для мужчин и андрофильными для женщин. Организационная гипотеза как раз и объясняет особенности формирования тела и мозга под действием гормональных пренатальных факторов. Она имеет подтверждение для всех исследованных видов млекопитающих. И хоть сегодня не представляется возможным напрямую подтвердить ее для человека, но сами понимаете, что неэтично проводить такие эксперименты на людях. Но нет оснований полагает, что сексуально-деморфные особенности мозга у людей формируются каким-то принципиально иным механизмом, нежели у других млекопитающих. Так, наличие или отсутствие определенных факторов развития, как правило, связанных с Y-хромосомой, вызывает формирование тканей яичка, что ведет к выработке андрогенов и их влиянию, в том числе, на организацию мозга, что в зрелом возрасте с большей вероятностью вызовет типичное для мужчин сексуальное поведение. Аналогично и отсутствие таких факторов в более зрелом возрасте с большей вероятностью будет ассоциировано с типично женским сексуальным поведением. Но мы помним, что далеко не всегда даже то, как будет выглядеть тело человека, определяет его генетический пол. Странно было бы думать, что сексуальная ориентация людей будет зависеть лишь от второй половой хромосомы. Повторюсь, эксперименты с влиянием различных пренатальных факторов на будущие личностные характеристики на людях не проводят. Нельзя взять беременную женщину и изменить ее эндокринную систему для того, чтобы посмотреть, а что же у нас получится? Если вы, конечно, не Йозеф Менгеле. Однако, человек появился не по чьей-то воле, и у природы нет какого-то божественного плана создания по идеальному платоновскому образу и подобию. Случается так, что во время внутриутробного развития плод подвергается воздействию атипичных уровней половых гормонов, например, при врожденной гиперплазии надпочечников. Генетическая, то есть с двумя эксами девочка, может получить нетипично большую дозу андрогенов. Во взрослой жизни такие интерсекс-люди с полом, определенным акушерами при рождении, как женский, гораздо чаще заявляют о своей гомо- или бисексуальной идентичности, нежели женщины, не испытывавшие атипичного уровня андрогенов во время своего внутриутробного развития. То же самое наблюдается и для гораздо большей распространенности негетеросексуального увлечения и поведения. Так что, как минимум, для некоторых женщин андрогены до рождения оказывают влияние на будущее предпочтение. Аналогично и для генетических интерсекс-мальчиков, то есть мальчиков, большей части которых, несмотря на наличие Y-половой хромосомы, акушеры назначили женский пол при рождении. Оказывается, что если особенности интерсекс-человека не были связаны с нарушением пренатального воздействия андрогенов, то он или она с гораздо большей вероятностью сообщит о своем влечении к женщинам. А если же во время внутриутробного развития вообще не было воздействия андрогенов, то никто из таких интерсекс-людей не сообщил о влечении к женщинам, несмотря на XY в своем геноме. Это не говоря про иные особенности психосексуального развития. Разумеется, в такой сложной вещи, как сексуальная ориентация, играют роль не одни андрогены. Тут может оказывать свое влияние и разница во времени воздействия разных гормонов на разных стадиях внутриутробного развития, а также разная чувствительность к этим гормонам у разных плодов. Все это едва ли позволяет предсказать со стопроцентной вероятностью будущие сексуальные предпочтения человека. В биологической науке вообще оперируют вероятностями, и нельзя на основании одного лишь фактора в таком сложном явлении делать точные прогнозы. Нельзя, посмотрев на пару кирпичей будущего здания, сказать о количестве запланированных этажей. Но с каждым годом мы получаем все больше кирпичиков в свое распоряжение. Возможно, когда-нибудь нам удастся сосчитать их все и точно определить план строения. Взглянем еще на пару таких кирпичиков. Очень красивый пример очередного негенетического фактора выражается в эффекте старших братьев. Его суть в том, что у гомосексуалов в среднем больше старших братьев, чем у гетеросексуальных мужчин. Что технически опять же является средовым фактором наличие или отсутствие брата. Но разумеется, как и прочее, это связано с внутриутробным развитием, материнским иммунным ответом на белок, связанный с Y-хромосомой, нейролегин 4Y-связанный. Он участвует в формировании мозга. Когда женщина вынашивает плод, имеющий среди половых хромосом Y, ее тело реагирует на некоторые белки, закодированные в генах этой хромосомы, как на что-то чужеродное, что-то, что нужно нейтрализовать. Ведь это что-то не встречается в организме матери. Плазматические клетки могут продуцировать такие антитела в течение длительного времени. Поэтому с каждой новой беременностью генетическим мальчиком, разумеется, количество антител к белкам Y-хромосомы Исследователи установили, что самая маленькая концентрация антител к нейролегину Y наблюдается у женщин, вообще не имеющих сыновей. После них идут женщины с гетеросексуальными сыновьями и только после них женщины, чьи дети мужского пола гомосексуальны. Причем эта наиболее высокая концентрация антител у матерей-сыновей геев со старшими братьями недалеко отстает от концентрации у матерей-сыновей геев без старших братьев. Мы отметили, что повышенное количество антител при отсутствии старших братьев может быть следствием естественно прерванной беременности ранее, выкидыша, которые женщина может даже не заметить. Таким образом, эффект старших братьев мы наблюдаем из-за того, что антитела связываются с этим Y-ассоциированным белком и изменяют его роль в типичной половой дифференциации мозга, как бы препятствуя маскулинизации половых деморфных структур. Именно поэтому такое явление наблюдается, когда мы говорим о сексуальной ориентации мужчин, но не женщин. Очень интересный эффект иммунного ответа на всего один белок. Удивительно, сколько еще факторов может повлиять на наше развитие. Все становится еще более запутанным, если учесть, что пути влияния на сексуальную ориентацию через гормоны и гены могут быть как переплетены, так и независимы. К примеру, гены могут оказывать влияние на формирование сексуальных предпочтений через гормональные пути, но в то же время гормоны могут влиять на это независимо от генов, то есть данные о наследственности не могут быть свидетельством гормонального влияния. Подчеркну еще раз, что тут очень важно следить за терминами. Генетический и врожденный это не одно и то же. Генетический компонент лишь один из факторов, включенных в термин врожденный, гораздо более объемное и сложное понятие. Помимо генов и гормонального влияния на различные ткани во время внутриутробного развития, сюда можно отнести и другие пренатальные воздействия на плод. От специфических белков и материнских антител до питания каких-нибудь вирусов. Таких вещей очень много и для понимания всех понадобился бы отдельный курс эмбриологии и генетики. Для нас сейчас главное понимать, что все очень непросто. Разумеется, сегодня нам кое-что известно и о конкретных нейробиологических различиях гомо- и гетеросексуальных людей. Например, третье интерстициальное ядро переднего гипоталамуса, которое мы будем называть половым ядром. Это структура, представляющая собой хорошо узнаваемую совокупность нейронов в строго определенном месте мозга. Обычно в 2-3 раза больше у мужчин, чем у женщин. Разница наблюдается в синаптической архитектуре и прочей нейроанатомии. Однако у мужчин-гомосексуалов это ядро меньше, чем у гетеросексуалов. Оно занимает промежуточное положение по размеру между половым ядром гетеросексуальных мужчин и гетеросексуальных женщин. К слову, впервые эта разница была обнаружена Саймоном Лавеем, нейробиологом, сегодня преподающим в Стэнфорде науке о сексуальности человека. Это была первая работа, показавшая различия в мозге в зависимости от сексуальной ориентации. Представляете, какой ажиотаж она вызвала? Впоследствии, когда результаты этого исследования воспроизводили, появились уточнения. Оказалось, что разница в размере этого ядра между гомо- и гетеросексуалами объясняется более высокой плотностью упаковки нейронов у гомосексуальных мужчин, то есть количество клеток тоже, но размер при этом меньше из-за различий в нейроархитектуре. Похоже, что такие различия обусловлены именно организационными пренатальными эффектами, ведь подобный деморфизм полового ядра был обнаружен в гомологичных структурах большинства исследованных млекопитающих. Различия в строении в зависимости от ориентации были обнаружены и в такой структуре, как супрахиазматическое ядро гипоталамуса, которое оказалось больше у гомосексуальных мужчин. Также была обнаружена и разница в количестве серого вещества в разных структурах мозга. Исследователи описали такие различия, как более мужской структурный образец у гомосексуальных женщин. Однако значение этих различий в формировании сексуального поведения, предпочтений и идентичности человека это то, что полнее раскроется в будущих исследованиях, которых ввиду сложностей, связанных с получением исследуемого материала, ждать нам нескоро. Сами видите, все очень непросто. Даже с учетом того, что мы рассмотрели далеко не все. Все и невозможно рассмотреть в таком видео. Так же, как невозможно раскрыть все факторы, влияющие на преобладающую руку человека или, скажем, его склонность к альтруизму, как и любую другую абсолютно нормальную личностную характеристику. Просто потому, что наша психика и поведение очень непросты. Можно сказать, что мы лишь затронули хорошо известные из тех факторов, что влияют на наши сексуальные влечения, поведение и возбуждение. Заметьте, роль воспитания в формировании сексуального влечения при этом остается крайне сомнительной, недоказанной, вступающей в конфликт с имеющимися данными. У нас нет абсолютно никаких серьезных данных, указывающих на то, что можно пропагандировать, прививать или воспитывать ориентацию. Вопреки представлениям чудовищно некомпетентных людей, что принимают законы в России. Впрочем, ничего нового. И даже если на секундочку представить, что некая пропаганда сексуальной ориентации действительно влияла бы на предпочтение людей, то возникает вопрос, и что с того? Разве это плохо? Ведь тогда необходимо признать главенство гетеросексуальной пропаганды вокруг нас. Почему ее никто не предлагает наказывать? Разве от этого гомосексуальные люди становятся неправильными? Разве это лишило бы их базовых прав человека? В общем, позиция преследовать за то, что мы считаем пропагандой, непоследовательно в самом своем корне. Большинство гетеросексуалов никогда не задумывалось о том, выбирали ли они собственное влечение и возбуждение. Но при этом многие гомонегативисты предполагают, что это является выбором. Ведь в таком случае гомофоб считает, что ненавидеть человека не просто за его совершенно нейтральную личностную характеристику, а за его намеренный выбор этой характеристики. Я-то, конечно, не гомофоб. Я просто осторожный, когда контактирую с подозрительными людьми. Недавно вот такой парень слащавый попался. Я бы, конечно, геям не советовал проявлять чувства на людях. Все эти поцелуи, мужики, идущие под руку. Неприятно, просто неприятно. К детям их допускать тоже не стоит. Ограничения на определенные работы вести. Вообще, раньше такая хорошая статья была, которая бы сразу у них отбила все желание вот это на людях показывать. Замужеложество. Ну, а тех, кто захочет, можно попробовать лечить. Я слышал электросудорожная терапия очень хорошо помогает. А кто не захочет, того заставим. Но я, конечно, не гомофоб. Вы не подумайте. Нет. Я ни в коем случае. Помимо оправдания антигуманных законов и своей ненависти, еще одна причина очень странного желания, вопреки имеющимся свидетельствам, считать сексуальную ориентацию выбором или следствием воспитания, вера в конверсионную терапию, подход, предлагающий изменить сексуальную ориентацию человека через волевые усилия, обучение, подкрепление и очень странную социализацию. Исходя из приведенных ранее данных, звучит крайне неправдоподобно. Но вдруг тут есть зерно истины и ориентацию действительно можно сменить? Узнаем в следующем видео. Спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, оно вышло интересным. И огромная благодарность всем, кто поддерживает меня на патреоне. Это видео вышло исключительно благодаря вам, как и другие видео. И это очень-очень ценно, то, что я занимаюсь тем, чем занимаюсь, опять же, исключительно благодаря вам. И огромное спасибо внимательным зрителям, которые в предыдущем ролике заметили пару опечаток. И благодаря вам в итоговое видео о сексуальной ориентации на три часа, которое выйдет на канале Трэш Смэш, войдет версия с исправленными опечатками. И, в общем-то, такие мелкие технические вещи будут фикситься. И, опять же, это благодаря вашему вниманию. Так что пишите об этом и это чудесно, что вы замечаете такие неполадки и неточности. Опять же, это такой небольшой плюс вот этого сериального формата, выхода видео по сериям и потом итогового ролика на Трэш Смэш, потому что можно исправить некоторые вещи, это чудесно. Если бы это сразу вышло на Трэш Смэш, естественно, бы не было такой возможности, а так мой внутренний перфекционист будет очень-очень рад. И огромная благодарность Ольге Лебедь и Александру Гандлину за то, что согласились прочитать мой сценарий немаленького объема и внесли свои предложения. Это также очень ценно, то, что за счет взгляда со стороны видео будут еще более доступными и понятными большим количеством людей. Так что действительно огромная им благодарность. Ну и собственно сейчас вот я записываю это ночью 15 мая я только демонтировал этот ролик четвертый по счету и мой режим совсем сбился. Он не к черту, его нет, он рухнул, режим пал. К сожалению, режим моего сна не тот режим, в котором приходится жить белорусом. В общем, я сам немножко устал уже от такого непрерывного монтажа вот этих видео по сексуальной ориентации, некое однообразие темы, оно все-таки утомляет, потому что даже какие-то перебивки, которые ты создаешь, ты делаешь по одним темам и в итоге накапливается слишком много материала и в нем сложно ориентироваться и сортировка по десяткам папок уже не помогает. Есть свои сложности и утомление, но все-таки осталась финишная прямая, два ролика. Следующий будет ориентировочно минут 50, он будет самым большим и после него относительно небольшой. Но надо собрать волю в кулак и сделать это. я закончу с этой темой и приступлю к следующим, которые у меня уже давненько запланированы. Так что еще раз спасибо за просмотр и до следующего раза. Субтитры